Как вы думаете, Нижний Новгород был заложен возле устьяки, впадающей в Волгу? Вовсе нет. Но об этом мы расскажем в конце этого видео, так что не переключайтесь! В предыдущей серии мы побывали в защитных сооружениях гражданской обороны. А теперь расскажем о подземных реках Нижнего Новгорода, в том числе и о реке, которая много веков назад сыграла ключевую роль в истории этого города. Но прежде, чем мы отправимся исследовать подземную гидросеть Нижнего, хочу представить вам защищенные смартфоны Ulefone. Они созданы для тех, кто ведет активную жизнь, для тех, кто находится в постоянном движении и не хочет задумываться о безопасности и безотказности своих гаджетов, а хочет быть уверенным в них при любых обстоятельствах. Когда-то мне задавали вопрос, с чего начинаются подземные реки. И вот сейчас за моей спиной один из примеров, с чего же все-таки начинаются подземные реки. Это самое начало так называемого молитвского коллектора, находящегося в городе Нижний Новгород. Коллектор идет под склоном и впадает в реку Акад. То, что сейчас находится за моей спиной, в самое начало этого коллектора, там вода прибывает из двух маленьких дренажных труб. Сам коллектор спускается перепадами, вот с самой верхней своей точки, до пустых делом попадает в вакуум. Вот еще один перепад, здесь соединяются два коллектора, и дальше коллектор уже одним рукавом уходит вниз, спускаясь пиратами, с перепадами по своему узкью. Нижегородские дигеры называют этот перепад водопадом Виктории, вероятно за его размер. Для того, чтобы увидеть, что представляет из себя примыкающий рукав, мне пришлось перебираться в него из сухого рукава по мокрым и скользким конструкциям коллектора. Но в результате это оказалось напрасным, из-за того, что второй рукав оказался тоже тупиковым, а вода пребывала в него из вертикального перепада. Вот один из перепадов, далеко не самый сложный. За счет рельефа, характерного для Нижнего Новгорода, раскинувшегося на холмистых склонах вдоль Аки, Малитовский коллектор не спадает от своей верхней точки до местов падения вакуум множеством террас и перепадов. Сам коллектор имеет почти на всем протяжении прямоугольное сечение размером около метр семьдесят на два двадцать, что позволяет комфортно перемещаться внутри коллектора. Интересно, что Малитовский коллектор не является дренажно-штоневой системой, типичной для гидросети Нижнего Новгорода, а построен для отвора поверхностных дождевых стоков. Встречалась даже информация о том, что в него убран один из естественных водотоков Нижнего Новгорода, но документального подтверждения этому найти не удалось. А это уже припортальная часть. Общая протяженность коллектора составляет немногим более одного километра. Это вид от Кремля. От Кремлевского склона на Почаинский овраг. Об этом месте, об этой речке будет отдельный рассказ. Она в свое время положила начало великому русскому городу, Нижнему Новгороду. И место это историческое и очень-очень значимое. В 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем в месте впадения реки Почаина в Волгу был заложен опорный пункт обороны Владимирского княжества от набегов волжских булгар, марийцев и мордвы, названный Новгород-Низовский. Название это позднее трансформировалось в Нижний Новгород. По преданию, князь Юрий нарек реку Почаинный, удивившись сходству Дятлова гор, местности, где был воздвигнут первый деревянный Нижегородский Кремль, с киевским рельефом в месте, где в Киеве протекает река Почаина. В подземной реке Почаина, по-группе, собственно. Палим в залаз, блин. Да-да-да, очень хороший залаз. В кавычках, конечно. Говоря, я тут чисто недовольствую. Было луны, нет луны. Вообще, вокруг этой небольшой речки существует множество легенд и преданий, которые дошли до нас сквозь века. Одна из них гласит, что в Тайницкой башне Нижегородского Кремля существовал подземный потайной ход к берегам Почаина на случай осады, чтобы можно было спускаться к реке и набирать воды для защитников и населения крепости. Сотни лет пересказывается предание о том, что Почаина в последние дни принесет гибель Нижнему. Когда Нижнему придется погибнуть, выступит из своих берегов Почаина. Эта легенда получила столь широкое распространение, что упоминания о ней встречаются во многих книгах о Нижнем Новгороде и его истории. Итак, уважаемые зрители, я сейчас нахожусь в историческом коллекторе реки Почаина, реки, которая протекает под самым центром Нижнего Новгорода. Реки, которая убрана в исторический коллектор, не типичны для подземных рек. Скорее по архитектуре он напоминает дренажно-штольневые системы, чем подземные реки. За моей спиной видно множество сталактитов, которые свисают с потолка этого коллектора. Сам по себе коллектор очень и очень живописный. Вот такая красота здесь свисает с потолка этого коллектора, а сам коллектор имеет трапециевидную форму, ципичную для дренажно-штольневых систем. И сейчас я выйду в ствол, старый ствол спускаться сюда было очень и очень неудобно из-за местами проржавевших, местами прогнивших, местами прогнутых скоб. Высота этого ствола составляет порядка 10 метров, и внизу в обе стороны уходит коллектор реки. Как и большинство малых рек в других городах и странах, Почайну с развитием городской застройки поэтапно стали убирать подземную. Нижегородский краевед Николай Хромцовский писал в середине 19 века. Позади Малой Покровки, к северу, против самого ее изгиба, начинается овраг. В нем-то из-под земли выбегает ручей, названный основателем Нижнего Новгорода в память киевских урочищ рекой Почайной. Он протекает сначала открыто по оврагу, потом в Почайинской улице, скрывается в трубах, проведенных волн. Первым участком Почайна решено было убрать подземную еще в 1834 году. На месте существовавшего с 17 века рубленого моста над Почайинским оврагом, называвшегося Лыковым, начали строительство дамбы, получившей свое название по наименованию моста. В августе 1838 года Почайна была убрана в полутораметровую трубу, над которой на высоте более 20 метров по даме была проложена мостовая. В 1880-х годах в Почайинском овраге, в низовьях реки под Кремлевской стеной, был организован рынок, называвшийся Балчук, а в 1895 году было решено засыпать и пруд на реке Почайни, для предотвращения оползней, поскольку на его склоне располагалась Знаменская церковь. Сейчас низовья Почайна протекают в бетонном коллекторе. Трапециевидного сечения, подобный тип коллекторов распространен в Нижнем Новгороде при строительстве дренажно-штольневых систем. Местами глубина залегания коллектора превышает 15 метров. Аккуратно. Ко мне летят. Спасибо, б***ь. Не за что, милая. Я тебя обожаю очень. Я тоже торчусь с тебя. Фигурально выражается. Тринадцатый метр в суд есть. Какой нельзя держаться? За самую верхнюю, за эту не держись. Аккуратнее, аккуратнее. Так, выше, выше еще. Стой, нет, выше забирайся. Отлично. Давай, ногу ставь. Хорошо, гляди. Вот за эту рукой держись. За эту. И давай внутрь. Давай внутрь. Сможешь с рюкзаком? Так, возьми. Сейчас. Взял. Что ты мой возьмешь? Вообще няшка. Но мой можно мочить. Я потом зацарить выпал. А, ну ладушки. Я пошел. Давай, забирайся. Я не писал. Такий Нижний Новгород. Река Почайна. Метриков так 13 вниз. В забавном месте. Река основана... Ну, как основан? Глупое выражение. Заглублена под землю в середине 19 века. Расположена в одноименном Мавраге. Изначально это были, соответственно, деревянные лотки. Потом перекладывали, перекладывали, перекладывали. Данное место низовья. И выглядит это как трапециевидные штольны. О, Вера. Николь. Мэйнажки. Вот. Остальные части реки, к сожалению, неинтересны от слова совсем. И труднопроходимы. Хтай здесь тоже, конечно, не подарок. Да, за это верно. Еще выше. Да, по-моему, и третий взяли. Точно? Почему? Я тогда тебе свой даю. Вытягивай лапанку. Вера. Я его потом заберу. Ладно. Все, я пошел туда. Давай. Слушай, а просыпь его на плавину. Вера, я заберу его. Ну, определитесь уже. Слушай, я тут тоже стою вот на этой штуке, и тут больше ни хрена нету. Вот, все. А там это глубоко, короче. Как туда? Стой. Левую руку вот на этот, да. За горизонтальную не держись, только за вертикальную. Да-да. И внутри не забудь развернуться, а то промочишься, ведь. Отлично. Ну, шо, таким вот это все? Славненько. Я сам смогу? По крайней мере, с камерой. Не факт. Тек. Ой. Изгляделся. Ты сейчас меня у***ешь сапогом. А я говорю, да. А я говорю, нет. Ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти. Продолжай снимать, дать интервью. Как рождает салон. Садись на мою страху. Когда еще такое видишь? По-моему, отчаствуете. В эту поездку я решил посетить пару речек, которые я не успел посетить в прошлую осеннюю поездку. Речки эти называются Ржавка и Борзовка. И, собственно, название первой реки полностью отвечает тому, что я здесь вижу, по состоянию коллектора, по цвету воды. Вода буро-ржавого цвета. Портал сделан из стальных конструкций. И размеры самого портала очень и очень впечатляют. Высота портала здесь порядка 7 метров. Портал имеет очень необычную конструкцию из бетонных плит и стальных конструкций, которые выполняют несущую функцию. Выглядит все это очень впечатляюще. А это вид на водовыпуск. Немного поснимав у портала, я отправляюсь к верхней течению смотреть сам коллектор бики. Необычные артефакты. И очень вписывается в эту картину паучок, которому, похоже, здесь весьма и весьма комфортно. И сразу после портала нас встречает такой вот стакан диаметром метра 4, наверное. Вообще необычная архитектура для подземных рек. Ну а вперед уходит бетонный коллектор. Вообще горький Нижний Новгород очень интересен своими гидросистемами. Здесь весьма и весьма своеобразные водонасыщенные грунты. Достаточно крупные берега возле рек Аки и Волги. И поэтому всегда стояла проблема водоотведения. Здесь строились дренажно-штольневые системы. Здесь же из-за рельефа местности, из-за особенностей рельефа местности, весьма и весьма своеобразная архитектура портала фрег. А вот это вот я сначала думал, что глина. Это, оказывается, такая пена очень необычного грелища. Достаточно высокая влажность, но это нормальная ситуация для подземных гидросистем. И после того, как коллектор реки делает небольшой поворот, я подошел снова к стакану. Тоже такой же ствол, диаметром порядка 4 метров. А дальше по коллектору уже виднеется портал. Вот та белая точка впереди, это и есть портал. Иногда вот так начинаются подземные реки. Причем, что интересно, вот этот вот уровень, с которого падает вода, это не коллектор, заглубленный относительно уровня воды, а это мусор, застрявший между решетками, наливший на решетки и образовавший своего рода плосины. Если подойти поближе, это очень хорошо видно. Вот к чему приводит, когда мусор выбрасывают в городские водоемы и просто куда попало. Поэтому, друзья, не будьте соединенными, не бросайте мусор вокруг себя, возьмите труб и донесите его до уровня. А это уже вторая река, ее портал не менее величественный. Для сравнения я сейчас покажу штатив с фотоаппаратом. Здесь тоже высота превышает порядка 5 метров. И тоже дальше река разделяется на два коллектора. Тоже такой же стакан, только с очень интересной лесенкой, людским ходком. Впереди шумит что-то очень грозное. Речка не самая простая, впереди что-то очень сильно шумит. И я думаю, что сейчас я увижу источник этого шума. Но самое главное, что сейчас я иду мне по колено, а речка в дожди затапливается полностью. Вот эта полоса под потолком, это именно та часть коллектора, которая остается безотопленной во время дождей. Ну и звук, конечно, отрушает уважение. А вот и источник шума. Сюда нанесло плотину из бревен, вестницы, и не поймешь еще какого хлама. Вот что движение по этой системе весьма однообразно. Сейчас я иду по ролейному коллектору. Он не прегражден никакими плотинами. Он достаточно сильно заедет. И вообще в таких местах всегда двигает вперед новопытство. А что же там будет дальше? Что скрывает это однообразие? В этот раз надежда увидеть что-нибудь необычное полностью оправдались. Впереди оказался открытый участок реки, ограниченный высокими бетонными плитами вместо берегов. Поверху тоже должны были лежать плиты, но, по-видимому, они обвалились, а чтобы предотвратить складывание вертикальных плит и без того покосившихся, между ними были установлены мощные распорки. В следующей серии мы расскажем о гидротехнических сооружениях, которые по праву можно назвать визитной карточкой подземелья Нижнего Новгорода. А сейчас не забудьте оставить лайк под этим видео, подписаться на канал, если вы почему-то не сделали этого раньше, и поделиться этим роликом со своими друзьями. До скорых встреч на канале Underworld и всего вам самого наилучшего!